Мы можем как бы довольно долго рассказывать о проявлениях магнитного поля в каких-то там различных ситуациях, но что это такое, мы не знаем. Реализованных проектов, в которых мы работаем с магнитным полем, сейчас действительно два, но это как раз такие случаи, в которых поле проявляется просто при помощи магнитной жидкости, например, но мы, у нас есть проекты, которыми мы как-то постепенно работаем, которые сейчас еще не реализованы, в которых мы пытаемся использовать какие-то другие свойства магнитного поля, такие как левитация. Мы вчера думали о том, как же мы узнали о существовании магнитного поля и поняли, что это видимо детские игры с магнитиками. видимо тогда все начинают подозревать о существовании магнитного поля, в принципе, потому что вот никакого такого вот осознанного момента, как откровения, что я узнала о существовании магнитного поля в Египте. я не помню и никто из нас не смогут его вспомнить. было бы очень смешно, если бы у нас возникли иллюзии о том, что мы хоть как-то научились управлять этим материалом, или что мы хоть как-то его себе подчинили. то есть те какие-то моменты, то есть те какие-то моменты, которые нам удалось от этого материала добиться, они, они, в общем-то, интересны для нас именно вот этим вот сопротивлением. как бы ты чувствуешь силу не только через ее, через сопротивление, в общем-то, ты чувствуешь любую силу. и, 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 в общем-то, я думаю, что любой материал, даже если бы, если бы материалом было дерево, то ты все равно только через, через сопротивление этого материала начинаешь его чувствовать. начали мы с, там была первая работа с примерно, как бы, не знаю, если так можно сказать, с этими же примерно материалами. Просто мы пытались создать какое-то, ну, как бы, движение магнитного поля, которое каждый раз будет разным. То есть оно как-то развивается во времени, и оно вот всегда, вечно будет, ну, то есть не будет как-то повторено. То есть каждый момент времени какая-то разная совершенно картина этого поля. И, как бы, мы просто хотели вот создать какую-то такую, вот, какую-то такую вещь, которая, как бы, просто, ну, как-то бесконечно, бесконечно разнообразна. Вот просто будет представлять какую-то конфигурацию, которая будет, как бы, просто бесконечно развиваться и никогда не может повториться из-за своей, как бы, ну, как бы, сказать, из-за своей этифологии. Она, как бы, такая есть, что она вот ее получила и она уже будет всегда другая. Вот. Ну, а потом мы просто вот решили как-то, ну, то есть подумали, что, может быть, она, может быть, как-то сделать так, чтобы казалось, что само это вот нечто, оно само обладает каким-то, как бы, какими-то, ну, хоть какими, как бы, какими-то признаками сознания, что ли, то есть, ну, какой-то душевленностью. Ну, не знаю, как сознание или нет, но, во всяком случае, это, ну, уже, как бы, выглядит, как какие-то, вот, как бы, вот, ну, такие, может, ну, как бы, вот, мы почему и выбрали глаз, что это, как бы, какой-то такой, как, ну, значок или признак вот этой вот, ну, как бы, одушевленности или восприятия какого-то, то есть? Ну, вот, наверное, вот именно поэтому. Может быть, у нас создается какая-то иллюзия какого-то, ну, когда-то, вот, видимо, этому посвящаешь какое-то время, там, как-то соприкасаешься, там, живешь, думаешь об этом, ну, это же как вот выбор общества, например. Ты же можешь выбрать, допустим, одно общество, можешь выбрать другое общество, и ты выбираешь то, в котором тебе, там, интереснее. И что-то тебе это дает. Точно так же, как бы, выбор материала, там, в частности, магнитного поля, тебе точно так же дает. Вот, то есть, это вообще не значит, как бы, что ты его, там, как-то изучил или понял, нет. Но тебя это, там, как-то меняет, и тебе это интересно, ну, даже за собой наблюдать интересно. Как бы это не выглядело просто, то есть, делать это, на самом деле, достаточно трудно, как выясняется. Вот. Ну, и в то же время интересно. Потому что, ну, тебя это как-то чему-то учит вообще. Когда ты начинаешь как-то с ними работать, надо очень долго, вот, привыкать просто к этому. Да и то, как бы, все время твой мозг, он, как бы, работает по-своему, продолжает. А магниты, они все равно, вот, неизбежно, как бы, тебя заставляют, вот, делать то, что они хотят, получается. И даже, вот, скорее всего, что-то не подчинение, а какой-то договор. То есть, вот, если тебе что-то в итоге удается сделать, там, простое изображение, хотя бы тот же, вот, какой-то схема глаза, да. То это, как бы, такой, ну, довольно тяжелый какой-то вот договор. Я думаю, что человек себя чувствует тяжелым, когда он притянут к земле. И он понимает, что на него действует сила, а не сам он так действует. И вот это вот ощущение, что на тебя действует какая-то сила, которая заставляет тебя что-то весить, как бы, и, допустим, наши последующие какие-то знания о том, что существует магнитное поле, даже, вот, например, если это магнитное поле Земли, это все равно все одно и то же, как бы, у него все равно одна и та же природа. Даже если, может быть, физические знания, как бы, современные, говорят нам, что это не совсем одно и то же. То есть, лично для меня нет никакой разницы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok